Блоканы расслабо не мочили. Здесь-то негде сесть. Поиски, поиски, сокровищ. Мы находимся в самом прекрасном месте Алтая. Смора будет быстро. Продолжаем следить. Продолжаем следить. Ну и, конечно же, взяли с собой наших детей. Чтобы они своими глазами, а не через телевизор, увидели всю красоту дикого горного Алтая. Да, погода, конечно, дождливая. Надеюсь, после обеда тучи разойдутся, выглянет солнышко и будет красота. Сейчас будем уходить на дорогу, которая ведет базу Газпромовскую. Ее еще называют Путинская дача. Вот. Сверток. Трасса идет прямо к ней. Сворачиваем. Ребята, обратите внимание, как сделана защита от камней. То есть в сетках приготовлены такие квадратные корзины с камнями. И практически вдоль всей дороги они вот так расставлены. Вот это красота, это красота. Очень красивая дорога туда, к устью Урсула, конечно. Не поленитесь, прокатитесь просто хотя бы до устья реки Урсул. Думаю, понравился. Здесь народу немного. Куда можно спуститься, прям к самой реке, к Артуне. Так, ребята, подъезжаем к режимному объекту. Придется мне прекратить запись, чтобы не было проблем с охраной. Серьезная охрана. Въезд по пропускам, только по пропускам. Так, вон он, контрольно-пропускной пункт. За ним мы уйдем налево. А там он дальше, это вот сама дача. Сейчас покажем пропуска. Все, выключаю запись. Заранее мы в администрации Ангудайского района оформили пропуска, чтобы проехать через этот шлагбаум. И тем самым получить доступ к реке, которых в этом районе немного. В общем, спуск лодок на воду в данном районе затруднен. Везде горы и скалы. А вот и самая загадочная тайная база на Алтае. Всегда закрыта для гостей, но кого-то ждут. Ну что ж, друзья. Наконец-то мы спустили лодки, загрузили вещи, взяли с собой немного бензина, остальное в машине оставили. Эту поездку мы будем на двух лодках Солар. Солар 470 Superjet, это РИП, который с жестким дном. И вторая лодка, это экспериментальный Солар 520 Стрела. То есть очень интересная лодочка, мы по ней более подробно расскажем в этом фильме. Ну все, проверка лодок перед стартом. Эта лодка Солар 470 РИП в расцветке пиксель. Дно из полиэтилена низкого давления. В общем, подкачивать не нужно. Взяли лишь самое необходимое. Электронику для съемок и продукты. Остальное все уже есть на стане у наших ангудайских друзей. Компания Алтай Байтур. Алексей и Наталья организуют отдых в удаленных уголках Алтая. Здесь есть уже палатки и посуда. Стой, стой, стой. Вот лагерь. Все, паркуйся, Лех. Да, да, да. Вон туда. Вот мы на месте. Две минуты и мы в лагере у Лехи Алтай Байтура. Сейчас будем размещаться. Так, выскакивай. Дрова мы заготавливаем для костра только из сухих деревьев. Ни в коем случае не валим живые. И так полно валежника здесь. Ребята, позади у меня находится наш лагерь. А мы решили выйти поискать с Артемом металлоискателем. Ну, возможность попадется в что-то интересное. Монеты, наконечники стрел. Это же Алтай. Тут было очень много войн. Татаро-монголы ходили здесь. Революционеры. Красные, белые. В общем, тут очень интересно. Так, мы продолжаем вести поиски, поиски сокровищ. На Алтае. Роем, роем. Вот у нас один металлоискатель. Гарет. И маленький поинтер. Как он называется? Пит-поинтер. Это, чтобы уже маленькие кучки искать. А пока что у нас вот это. Еще несколько подков. Ну, всякая хрень, конечно. Ничего такого особо древнего нет. Гвозди от подков. Сами подковы. Я их там оставил чуть дальше. Сейчас пойдем вон туда выше. Там идет помощник наш, Кирилл. Вот он ползет, ползет. Мы здесь. Вот Артем нашел что-то. Давай, давай, копай, копай. Там много вкусного. Возможно, там золото Чингисхана. Старика, большая сумульта. Скажу вам, это очень увлекательное занятие. Металлоискательным сокровища искать затягивает. Интересно, находится здесь вот она база. А вот здесь такой холм. Твоя дорога. Там часовня какая-то. Холм как будто искусственный. Может быть, там что-то внутри имеется, в этом холму. Непонятно. Вот такое, ребят, прекрасное утро на Алтае. Заходимся у Алексея Алтай-Байтур на Стане. Переночевали. Давно я так не высыпался, как сегодня. Уже 11 часов дня. А это наша дружная компания. Сергей, руководитель компании «Салат». Сыновьями Кириллом и Александром. Алексей, руководитель сервис-центра компании «Салат». И я, сыном Артемом. В общем, приучаем молодое поколение к рыбалке, природе и лодкам. Что там, Сань? Яички ты делаешь? Нет. В твой фирменный бутюброд смешиваю два яйца, добавляю молока. Все это взбалкиваю и выливаю на два куска хлеба. После этого добавляю шашлык. Все будет получено, закрываю, все обжариваю с двух сторон. Судейца от смены не хватит. Вчера покидали немного, хлебок не было. Сейчас еще пойду прокину. Здесь у нас вода охлаждается. И припасен арбуз на случай Дня рождения Сергея. Пойдем посмотрим большую палатку. Так, ну а здесь у нас находится наша палатка. Такая армейского типа. Камуфлированная. С непромокаемой крышей. Материал оксфордный. Да, есть вентиляционное отверстие. И здесь, в принципе, человек шесть спокойно могут спать. Летом и зимой. Палатка теплая. И предусмотрена установка печи. Да, комфортно здесь. Вот так вот выходишь утром. И такой вид, когда выходишь из палатки. Смотрите, река Сумульта. Ну вот, мы идем вверх до порога. Река Большая Сумульта. Сегодня задача испытать лодки на бурной белой воде. Мы не будем проводить замеры по грузоподъемности. Не будем мерить тягу на швартовых, скорость. Мы просто покатаемся вверх и вниз по порогам горной реки. Как обычные туристы-водометчики. Ну что ж, пришло время познакомить вас с новой моделью компании Solar. И вот она. Долгожданная 520-я стрела JetNel 2022 модельного года. Эта лодка разработана после нескольких неудачных прототипов. Эргономика данной лодки получена экспериментальным путем. Ее обводы и размеры выведены на основе пользовательского отзыва, полученного при использовании предыдущих прототипов. Ширина лодки 205 сантиметров. Диаметр баллона 55. Очень широкий кокпит шириной 95 сантиметров, что является очень хорошим показателем в своем классе. У днища лодки Solar 520 оптимальная килеватость, что позволяет преодолевать достаточно мелкие участки реки. Но основное ее назначение – это использование в экспедиционных целях, на дальние расстояния. Максимальный вес, который удалось поднять зимой на испытаниях на мелководье, составил 1 тонну 100 килограмм. Причем это на 50-сильном моторе объемом 700 кубиков. За счет удачной пропорции длины лодки более 5 метров и внушительного объема воздуха в баллонах 55-го диаметра, практически по всей длине обводной трубы, лодка проходит отлично по валам, белой воде и порогам. Лодка предназначена для использования под моторами от 50 лошадиных сил, но при сервисной подготовке усилением транса мощностью до 100 сил. Ну а это, ребята, необычная лодка. Модель Solar 470 Rip. Имеет ПНД-днище. Расшифровывается как полиэтилен низкого давления. Лодка разработана специально для хождения по мелководным каменистым рекам и порогам. Очень долгое время разработчики данной лодки не могли подобрать ударопрочный материал, но вопрос решился с внедрением полиэтилена низкого давления в баллоны из ПВХ ткани. Лодка получила отличное жесткое дно, скользкое, не вязнет на камнях в отличие от надувного. Проще говоря, это неубиваемое днище лодки, которое можно даже по суше перетаскивать. Rip интересен тем, что имеет минимальную осадку, в отличие от других производителей подобных лодок. Допустимая максимальная мощность мотора на эту лодку 60 лошадиных сил и вес до 130 килограмм. Ну все, ребята, мы погнали вперед. Река большая, сумульта. На Алтае особенная энергетика, дающая силы и здоровье, хорошее настроение и самые приятные воспоминания. Об этом говорят все, кто хоть раз посетил этот край. Для каждого человека Горный Алтай – это загадка, которую хочется разгадать с первого раза. Но по статистике этот первый раз затягивается на долгие десятилетия. Конечно же, многие, приехав сюда однажды, возвращаются снова. Лодка под контролем. Камней много, поэтому тут торопиться лучше не стоит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В общем, ребята, идем-идем на лодке. Остановились и смотрим, стоит такое строение из брусов, прям капитальное. Не знаю, что это такое, все открыто. Зашли, посмотрели, так и не поняли, чье это и откуда оно тут взялось, как построено. Может быть, кто знает, напишите комментарий. Очень интересно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот у нас вечерние покатушки. Все, собираемся. Пойдем покатуни сейчас вверх до порога шабаш, там глянем. Если не испугаемся, пройдем его. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это вот Шабаш-1. Там Шабаш-2. Вот лежит понтонный мост. Где-то в районе Тенгура я вот когда-то оторвала и сюда перебила. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не пошли мы выше порога. Уже вечерело, похолодало и смысла особого нет. Возвращаемся на наш стан, к Костерку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот мы и приехали. Гуртючный жир баранины. Стирка только переселась. Да. Вы не отключайтесь. Да. И скоро будет путь. Продолжаем следить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алексей раскрыл нам свои кулинарные способности. На примере приготовления плова из мяса алтайской баранины. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень любимый. Настоящий рисовый кашизов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, настоящий плов. Рассыпчатый. Давай пловом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сидит, издевается над людьми. С мясом. Сейчас надо постоять полчаса и мышь. Ну что, красиво? Красиво, красиво. Ого. Пошло дело. Идет раздача плова. Сколько желающих в очереди. Следующий. Она клониться может. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, Алексей, поймал что-нибудь? Нет. Чудо не поймал. Дорогий Валерий уже поймал, наверное. Пока любит и черпал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы находимся в самом прекрасном месте Алтая. Ангудайский район. База отдыха. Так, дикая база отдыха. Настоящий дикий туризм. Палаточный городок. Компания Алтай-Байтур. Которые любезно предоставили нам это место, где мы проводим наши незабываемые несколько дней. Конечно же, вывезли на природу наших детей, которые сейчас где-то на горе металлоискателем добывают золото. Ну, и золото навряд ли. А вот такие штуки они уже нашли. Видите? Вот, а здесь находится наш кухонный уголок. Потому что в палатке варить летом очень жарко. Вот, Сергей уже приготовил картошечку. Здесь у нас готовится мясо баранины. Будем делать шурпулу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очередной хороший выезд в Горный Алтай на двух новинках нашей компании. Солар 470 Jet Tunnel RIP. ДИНАМИЧНАЯ ПНД. Не забудьте подкачать. А это днище совершенно новое. Додка Солар 520 Стрелар. Два года мы уже пытаемся создать нечто особенное. Но и похоже получилось. Потому что додка имеет хорошие ходовые характеристики. Очень хорошо справляется с пенководием. И имеет хорошую повышенную грузоподъемность. Максимально на моторе до ХАЦУ 50 удалось вывести больше тонны. Тонна 150 килограмм, если быть предельно конкретно. Река Большая Сумульта. Летнее теплое утро. Рыбачим с ребятишками на реке. Даже кого-то поймали. Это был Хариус. А вот и наши друзья приехали к нам на пикник. Встретили их на двух лодках на устье реки Урсул. И вместе идем на стан. Евгений фермер из Бийска. Очень любит готовить. На этот раз на углях он жарит мясо и овощи. Все по технологии. По собственным рецептам. Кстати, на Алтае практически нет ни комаров, ни мошки, ни мух. Может где-то есть, но я здесь не видел. Это радует. Друзья, друзья. Собрали мы лагерь с утра пораньше. Потому что сегодня у нас долгая дорога до дома. Спасибо этому стану. Спасибо Алексею и компании Алтай Байтур, которая предоставила нам любезно, безвозмездно место для нашей стоянки. Где мы провели три незабываемых дня. Лодки опять упаковали. Собрали вещи. Ну и само собой навели порядочек. Собрали мусор. Все в пакетах. И повезем на свалку. Как-то незаметно пролетели три дня в прекрасной компании. На природе. В горах Алтая. С погодой нам очень повезло. Когда мы сюда приехали, дождь закончился. А сейчас собираемся уезжать и дождь начинается. В общем, три дня погода нас радовала солнцем и теплом. Смотрите, какая разница в прозрачности рек. Катунь все лето мутная, белая. Ну а нам остается загрузить наши лодки на прицепы и преодолеть автомобильный маршрут. Ангудай, Новосибирск. Это порядком 600 километров. Такие путешествия остаются в памяти надолго. Ну а в горный Алтай всегда хочется вернуться. Сколько бы раз здесь не было. Как из ведра пошел дождь. Мы еле успели собрать лодки и сесть в автомобиле. Кстати, дороги на Алтае очень чистые. Нет грязи. И лодку до дома я обычно везу без чехла. Даже в дождливую погоду. Друзья, подписывайтесь, ставьте палец вверх. Если не затруднит, напишите мне комментарий. Буду рад, если поделитесь моим фильмом в соцсетях. До новых встреч!